Привет, друг! С тобой Иван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж, все как всегда. И как ты понял по названию и по превью ролика, сегодня мы сольем свою квартиру в гост, зачем я это сделал, и купим тачку с секретным тюнингом. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А пока я плаваю в бассейне, хочу сказать, если ты еще не играл на этом сервере, то вводи пармокод при регистрации EVAN большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Иди сдавай на права и работай на свою мечту. Короче, пацаны, хочу сразу извиниться за то, что не было немножечко долго роликов, как бы дней почти 10, ну ладно, там 8. Более на то весомые причины, первое, я обновил свой компьютер и все-таки прикупил новую видяху 30-50 на 8 гигов, а передать мне стояло 10-50 на 2 гига. И, конечно же, мы потом с друзьями пошли в другие игры, мне же не только в GTA 5 играть там. Идеально. И выходит у вас. Хе, ебать. На дела. На широком. Ха-ха-ха-ха. Блин, ты такие, похуй, я ебаш. Ебать, че я ставлю? Ебать. Вот, было весело. Кстати, у меня есть канал по шорцам, где я гружу самые угарные моменты или самые красивые с разных игр. Если что, ссылочку я оставлю в описании, вот. И все-таки надо зайти в GTA 5. А если быть пиздец каким честным, то вчера я записывал видос по GTA 5. Он должен был выйти, но по некоторым причинам я отложил его публикацию. Может, вы, конечно, его увидите, а может, и не увидите. Значит, что, первое, давайте начнем с того, что я хочу сделать некие махинации с квартирой. Ну что, пацаны, пришло время, как бы, обновить свой дом, который у меня находится в ЖК центре Мэнер, в центре этого города, элитный клубный дом. Здесь 35 квартир, у меня 11 парковочных мест. Как вы знаете, максимум 12. Я, конечно, хотел купить 12, но на 12 мне тупо денег не хватило, и мне хватило на только 11. Поэтому я тогда заплатил 18 миллионов за эту хату. Она у меня пробыла где-то, может, плюс-минус год, может, меньше. И спустя год мне все-таки стало очень мало места. Вот, потому что у меня уже все места забиты. Ну, одно осталось, ладно, но это херня. И я решил слить этот дом. Чтобы слить, надо зайти, как бы, утром, чтобы здесь никто не ездил, слить ее в ГОС, и потом с ГОС. Вот, и у нас есть здесь человечек, но уже нету. Вот. И что, усуществляем нашу схему? Прикол, он сейчас, блядь, просто копам подаст, и копы приедут, и я просто в ебу дом. 16,200. Улетают. Купить квартиру. Вообще, эконом. 12. Создать квартиру. 12 парковочных мест. 19,516,200. Просто на ровном месте слили 3 миллиона 300 тысяч. 48,750 рублей. Надо в день платить. А перед этим было 45 тысяч. Да, такое, такое. Ну, в принципе, так. Да, я обновил квартиру. Теперь у меня F3 на одно место больше. Два свободных. Ну, я не знаю зачем, но я хочу сейчас места эти забить тачками. Не знаю, просто есть один автомобиль, который я ехал буквально, ну, неделю максимум назад, а может даже меньше. Мне кажется, даже меньше недели. Где-то я в четверг или в пятницу ехал. Увидел один автомобиль на тюнинге. И охренел, потому что нигде, ни в одном сообществе смотри, ни в ВК, ни в Дискорде об этом не писали официально. Именно поэтому сейчас мы поедем на ЭКХ. Я посмотрю некоторые автомобили. Если их нет, то мы поедем, купим их прямо с салона. Ой, ема, это на гольф тюнинг добавили или на гольф? Ебать, а что это за лавка? Так он же был сразу вроде обвес на гольф. Конечно, можно было бы Бентли купить. У меня, в принципе, денег немножечко как бы хватает на Бентли. Лет. Но я Бентли не хочу. Почему? Потому что я хочу купить новый номер. Но он стоит в районе 50-70 миллионов. Вот. А мне только 36. Ну, было 40, но уже 36. Поэтому поехали, купим одну тачку салона. Она, в принципе, недорогая. Я потрачу где-то, ну сколько, 1600 на нее максимум. Это с покупкой. Вот. Но зато она, капец, какая стильная. Значит, куда мы еще можем приехать, как не в салон БМВ? Видяху поставил, просто не вытягивает. Понимаю. Ну, еще GTA V. Rage не умеет работать с файлами. Но это уже, впрочем, другая история. Консультант БМВ. Давайте мне самую, вы думаете, дорогую? Нет, самую дешевую БМВ. Вот. Они обновили Е34. Как вы видите, моделька стала намного пиже. Она стала 535, а не 520. Кстати, это моя первая тачка на этом проекте. Вот скриншот вылетел. И ссылочку я оставлю в описании. При открытии сервера я купил такую БМВ и тюнил. Можете посмотреть, в чем же отличие. Можно по приколу, конечно, купить тот же номер, что на той БМВ был, но нет. И мне кажется, или ей максималку потянули? Она же ехала меньше, нет? Потому что за 340 тысяч ехать 250, это же имба. А черную БМВ делать? Ну, как бы такое. Давайте ее сделаем серой, как в МТА. Вот это такой. Цвет салона. Давайте сделаем. Ой, ебать, это черный. Это слишком черный, нет? Ну да, где-то такой. Совершить покупку. Будем надеяться на то, что нам сейчас выпадут очень красивые номера. Номера я еще, как вы понимаете, не перекупил. На E34. А какие? А, А, 0,34 можно. А, 0,05. Но я же не буду 0,05 ставить на E34. Это же бред. Видимо, у вас появился новый транспорт. Много видишь. Ну что, пацаны. F3. А, E34. Блядь, я случайно увидел. ТНВ. 8, 5, 4, 12. А, типа, 12, пасхалка, что мне 12 лет. Ладно, не 12, а 12-го числа. Днюха. Ну, блядь, какой 12? Какой 8, 5, 4? Ну, ебаный в рот. Темно-синяя очень красивая. RR-413. Ну да, ну да. Пошел и нафиг. Кстати, что у нас по внутрянке? Ага, значит, стоит у нас M30B30. Он еще до рестайлинговых моделей оставился. На рестайлингах уже был M50B35. Ой, блядь, какой M30B30? M30B35. Вот, а на рестайлингах стоялся уже M50B35. Еблан. 200 там сил и 300 крутящих, что-то такое. 21 тысяча. 11 тысяч. Как мне нравится тюнинг тачки, которые по 15 тысяч максимум. Типа, это вообще офигенно. Вот, 59 тысяч улетает уже. Лучная подвеска. Давайте сразу. Бац, на базу. Начинаем наш тюнинг. Давайте с внешки все-таки, да. Передний бампер. Блядь, стоит чем дороже в два раза, чем турбина, я понял. Шницеровский. M5. И M5 без черной полоски. Давайте сначала без черной полоски. Если что, там будут черные полоски, то оставим. Задний бампер. С черной полоской и без. Давайте без, ладно, уже без собираем, так без. Пороги. Да, нормально, без. Кит-наборы, это что? О, ебать, это широкая ноздря, это охуенно, это рест. M5 дорез. Альпина, ааа. Нет, давайте. Альпина морда. А есть M5 просто. Опять, не говорите, что M5 есть только на узкой ноздре. Потому что узкая мне не нравится. Ну, конечно, есть какой-то прикол в ней, но я не хочу. M5, конечно же, капот. Потому что, вот, смотрите, широкая и узкая ноздря, видите? А то в жизни есть такие, поставили решетки от широкой ноздри и ездят на узком капоте. Это угар, конечно. Ааа, спойлера. Я надеюсь, есть здесь, нету здесь. Здесь есть только вот этот M5 спойлер. Но если честно, он стоит на каждой БМВ. Не, давайте, ладно, поставим. Фул так фул. Ааа, я хотела маленький такой. Но здесь его нету, к сожалению. Капоты, тонирование стекол. Ааа, давайте в 15% за... Хотя, не, давайте 35. Мы не будем его колхозить слишком. Ааа, блокировки ксенона, не он, нахуй. 115 тысяч, ебать. Не, вот это уже какой-то стиль, не? Давайте теперь диски подберем, хотя эти диски вписываются сюда прям очень хорошо. Но вот эти, в принципе, вписываются. Но они слишком новые, не, как бы, подходят к экстерьеру данного автомобиля. Ну, сисы можно, или как они считаются, честно, не знаю. Но, типа, прикол. Больше чуть не могу вообще что-то подобрать. Так, пацаны, с предыдущего включения прошло около часа-двух. Мы затюнили тачку. Я выезжаю с, как бы, Los Angeles Customs, с HPC, да? И у меня просто вырубается свет. Файл херится на 3 гига. И я, тупо, полтора часа пытался восстановить файл. И каким-то раком, каким-то чудом я все-таки сумел его восстановить. Я перепробовал, блядь, овер дохера программ. Если кому-то надо будет программа... Вот, скриншот вылетел. Охуенная прога. Поэтому я восстановил файлы. И теперь у меня есть вот такая вот бомба. И несмотрительные следы, это... Это не я. Это не я. Не я. Нет, не я. Здорово. Кто-то здоровый. Ты дрожжи продаешь, нет? Затюнили бомба. На улице нам выглядит еще намного пиже. В Вишневое. В принципе, диски сюда подходят. Здесь, блядь, торт будут пикти, дрожжи продают. Ну, мне кажется, стиль. Ну, конечно, диски не то. Я бы поставил вот тот стиль. Но эти тоже норм. И она на стоковом хендлинге такая реза. Там человек, кстати, на копейки дал. И вон еще. Короче, она прям срывается боком ехать. Прям очень офигенно. Выглядит классно. Я бы сночок убрал. В принципе, мне все нравится. Для больших углов немножко мощности не хватает. Но если я разогнаться так, как следует... Например, закинуть и дернуть ручника... То вы собьете стол, блядь. Ебать. Вот это занижение крыши. Вот. Идеал. Нормально у меня тахометр работает просто. Вместо температуры, блядь, показывает. 250 она едет. Мне кажется, она медленнее. И ехала. И она очень быстро их набирает. Поехали, короче, заправимся. 2 литра осталось. И, наверное, попросим, чтобы кто-то поставил чип. 92. 80 литров бак. Балдеж. Вот это. Что будет, если от Макларена поставить этот чип? Кстати, и рулится, и мягкий, и тормозит. Но то, что он мягкий, смотри. Это прям топ. Мне очень нравится. Жалко, что у меня денег не особо много. Я бы сюда подцепил какой-то еще красивый номер. Пацаны, все-таки напишите, что... Поехали, к этому курку. Песю на воду съездим, слышишь? Пацаны, все-таки напишите в комментариях, что вам больше нравится. Дорис или Рес. Стоило ставить диски или нет. Что-то я смотрю сейчас на Токсика И34. Что-то она мне, блин, больше вкатывает, сука. Взял, заколхозил, нахуй, БМВ. Ну что, пацаны. У меня, в принципе, на этом все. Вот такой видос вышел. Слили нашу квартиру. И купили опять. Ну, можно сказать, проапгрейдили. Купили секретную тачку. Ну как, она не секретная. Просто на нее добавили тюнинг. И ничего про это не сказали. Вскоре на нее обязательно повесим какой-то номерок. Поддержите этот видос лайком. И я надеюсь, ролики, посмотришь, будут выходить чаще. Ну, или вообще будут выходить. Напиши в любой комментарий, как тебе И34. Подписывайся на канал, если ты еще этого не сделал. Обязательно нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым. Никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Левен. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.